Всем, мои товарищи, я же Джостин, и я вам обучал английский язык, потому что вы же хотите лучше говорить. И я кое-что знаю об английском, поэтому мы очень подходим друг к другу. И вы обычно хотите звучать как носитель английского языка. И это же значит, что вам надо знать больше сленга. Но, к сожалению, просто из-за того, что у нас есть какое-то сленговое выражение, не значит, что вы будете круто и больше как носитель звучит, когда вы его употребляете. И поэтому в этом видео я вам буду показывать 4 американских сленгов, которые люди очень часто говорят. И поэтому вам будет хорошо знать и понимать. Но лучше не говорить, чтобы вы не говорили как американская версия годника. Наше первое слово, ребята, будет word. И нет, в этом случае оно никак не переводится как слово-слово. В основном тут будут два главные употребления. Первое употребление это когда вы реагируете на то, что другой человек вам говорил, и вы хотите показать, что вы удивлены. Один человек тебе говорит, «Эй, я хотел тебе сказать, что я перееду из Питера в Москву». Кстати, очень плохое решение, потому что Питер гораздо лучше Москвы. Хотя я скоро, наверное, приеду в Москву. А второй человек отвечает, «А, word». Он показывает, что он удивлен, что его друг переедет в другой город. Хотя вы можете также использовать word во втором случае. И это опять, когда ты реагируешь на новости, но просто хочешь сказать, ну, круто. Круто. И поэтому в этом примере, узнав, что его друг переедет в другой город, он смог бы также ответить просто word. И здесь это просто значит круто. Но главное, что вы должны здесь понимать, это что люди действительно так говорят, но это считается глупо. И поэтому вам лучше его понимать, но нельзя говорить. И дальше у нас есть слово «yall». «Hey, yall». Мне даже это некрасиво произносит. Короче, тут все очень просто. «Yall» просто означает «you all». Это сокращенное. То есть это просто вы в множественном числе. Вы все. И вы вроде себе думаете, «Ну, в чем здесь проблема? Здесь не ничего страшного, просто говорит вы». Ну, дело не в том. Короче, «yall» говорят в большинстве на юге Америки, например, в Техасе. И есть очень много стереотипов по поводу тех людей, которые живут на юге Америки и именно говорят с таким крепким южным акцентом. То есть стереотипы, что они глупые или необразованные, например. И поэтому, если вы будете пытаться так же говорить «Hey, what y'all doing over there?» то люди точно не будете думать очень хорошо о вашем английском. И дальше у нас есть слово «literally». «Буквально». И, конечно, слово «буквально» «literally» — это совсем нормально. Проблема не в том. А проблема в том, что слово «literally» еще употребляется в другом варианте. И это когда люди употребляют слово «literally» в неправильном контексте и вообще неправильном. Короче, в обычной речи «literally» буквально означает «literally». Я буквально только что пришел на занятие 5 минут назад. «I literally just got to the lesson 5 minutes ago». И это нормально. Но люди стали его употреблять, когда они хотели первовеличивать что-то в истории. Перевеличивать. То есть человек говорит, например, «Да блин, я сегодня стоял в очереди так долго, был буквально миллион человек перед мной». Это странно здесь, что человек именно употребляет слово «буквально», потому что не может быть буквально миллион человек перед нему. Перед ним. И последнее слово, мои ребяточки, у нас слово «ox». Короче, «ox» значит «awkward». Это сокращение. Ну, например, если ситуация была awkward, это значит, что она была неудобная, неловкая. Но еще человек может быть awkward. Это что-то как неклюжие, значит. Но именно «ox» можно использовать только при описании ситуации, а не людей. И тут именно означение «ox» никак не отличается от полностью слова «awkward». Просто люди стали употреблять его, наверное, потому что мы ленивые и думали, что это круче звучит. И тут взрослые довольно нечасто говорят слово «ox». Это больше всего для подростков. Например, человек тебе говорит, «I stepped in fell on the ice in front of five people today with super ox». Я упал на леду, на улице перед людьми было очень стыдно. И, как обычно, ребята, здесь главное помнить, что если вы будете говорить «ox» именно как взрослый человек, то ваш английский будет звучать, ну, не очень. Хотя люди его часто говорят, и поэтому вам очень важно понимать, что это значит. Ребята, я надеюсь, что это видео очень вам помогло. Я же пытаюсь вам помогать на максимум. Потому что я же хочу, чтобы вы же говорили как красавчики в английском языке. Не забудите подписаться на канале, чтобы еще очень много крутого узнать об английском языке, об английском, об английском, об английском, об английском. Я вас я хочу, люблю.